Друзья, всем привет! В этом видеообзоре смотрим с вами на Лангенесс и Хайдер Конквесты. Аж самому неловко стало, если честно. Конечно же, у нас сегодня Ланжин. Конечно же, Гидер Конквест — это один из входных билетов в мир серьезных швейцарских породистых производителей. И, в частности, Гидер Конквест, надо сказать, что это, кстати, молодая коллекция от них, но настолько она вписалась в понятие Ланжин, что на сегодняшний день Гидер Конквест — это чуть ли не синоним вообще компании в целом, хотя, конечно же, у них есть масса других интереснейших коллекций. Это Гидер Конквест, который перевыпустили в 2018 году. Это тот самый, который с керамикой уже, и калибр поменяли с 619 на L3-8. Посмотрим поближе на него. Конечно же, к Ланжинам идет вот такой вот гигантский просто мануал. Ну, в принципе, так и должно быть. Коробочка, я думаю, уже успели увидеть, с деревянной вставкой. Песочные часы с ангельскими крылышками. В общем, все, как положено у Ланжин. А это Гидер Конквест, друзья, в 41-мм корпусе, потому что версия выпущена в двух размерах — 41 и 43 мм. Сегодня у нас как раз-таки 41 мм. Очень комфортный размер. Это, конечно же, не маленькие дайверы, но это еще не те громоздкие 43-х или высшие миллиметровые часы. 41 — максимально так средний комфортный размер для большинства запястья, если брать именно в целом. То есть, может, кому-то это будет и великоват, и кому-то, скорее всего, может быть даже и маловатый. Но как единица, вот средняя, она прям вот хорошенечко так смотрится и ложится. В общем, даже не знаю, с чего начать, потому что это лонжик, который хорош во всем, кроме, может быть, браслета, или, вернее, его застежки, которую я чуть позже покажу, потому что это прям стыд-стыд. А в остальном прекраснейшая, прекраснейшая работа Ланжина. Геометрия точная, идеальная, с правильным, именно правильным, с весом ушек. Кстати, ушки довольно широкие, они крепят с собой 21-мм стальной браслет. Все полностью, конечно же, из стали изготовлено. То есть, у нас стальной корпус по массе общей эти часы весят 183 грамм на полном браслете, что будет несколько меньше при уже подгонке на запястье. Как я и говорил в самом начале обзора, это лонжик Гидроконквест, который перевыпустили в 2018 году. Тут у нас керамический безель. Керамика просто прекрасно сияет глянцем. И, ну, что говорить, керамика, она и должна сиять этим самым глянцем. Плюс, к тому же, у нее есть неоспоримое свойство в плане защиты от царапин. Как мы знаем, керамику практически невозможно поцарапать. При этом, конечно, ее возможно разбить, потому что это керамика. Но вот этот вот идеальный блеск часов сохранится на очень и очень долго в паре с сапфировым стеклом, который прикрывает здесь циферблат. И, надо сказать, здесь сапфир с многослойным антибликовым покрытием с двух сторон. И действительно, увидеть именно стекло очень сложно. Конечно, вот на прямых лучах источника света мы что-то видим, но при этом посмотрите, какой он размытый. Это конкретная лампа, которая на часах без антиблика смотрелась бы вот так вот и полностью бы перекрывала стрелки, наверное. А на часах с двухсторонним многослойным антибликом это все равно, как видим, читаемость сохраняется. И так как сапфир прикрывает незаметно циферблат, он дает нам доступ насладиться этим как раз-таки циферблатом. Вы посмотрите на эффект обработки с солнечными лучами. И цвет, вернее, свет просто роскошнейший гуляет по циферблату, переливаясь градиентом синего. Один из лучших, наверное, синих циферблатов, которые я видел. Конечно же, каждый производитель старается достигать разных оттенков и различной глубины. Но в данном случае Lungine сделал очень-очень красиво. Перекликается с цветом безеля. Тоже он синий. И, конечно, это немного другой оттенок. И в гамме еще краше смотрится, как мне кажется. Плюс такой глянец керамики. Чистый. Абсолютно чистый цвет. Вообще, несмотря на то, что это довольно классический дайвер, то есть у нас крупные метки, крупные стрелки, то есть таких дизайнов очень много и у очень многих производителей, почему-то Гидроконквест нельзя спутать ни с чем другим. Как мне кажется, одной из визитных, визитной карточки именно Гидроконквеста являются ушки, защитные ушки заводной головки. Вот как раз таких геометрия выдает, что это Гидроконквест. И встречал на просторах сети, что эти ушки кому-то там что-то неудобны. Я не заметил такого. Действительно, массивно защищают заводную головку. Да и особо не врезаются в запястье, то есть у них есть такая довольно обтекаемая геометрия. Но и она, мне кажется, и делает лицо этим Гидроконквестом. По циферблату, кроме его цвета, есть еще интересный момент со стрелками. И тут надо сказать, что это стрелки не лонжин, это стрелки как раз-таки Тюдор, стрелки-снежинки с ромбовидным участком на минутной стрелке, вернее на часовой стрелке залитым суперлюминовой. Ну, никто, наверное, этого не прячет. Понятно, что это разработка Тюдор. Тут она довольно гармонично вплелась. Но если в целом говорить по люму, здесь суперлюминовано на стрелках, на метках и на арабских индексах 12, 6 и 9. И в полном мраке это смотрится следующим образом. Это действительно хороший дайверский читаемый люм. Ну и, как полагается, люминесцентная метка есть на Безеле на отметке в 12 часов. Безель не статичный. Безель, как положено, вращается против часовой стрелки. 120 кликов. Я предлагаю его послушать. Очень такой уверенный ход. На самом деле, уверенный, четкий. Все становится просто максимально идеально. 120 кликов к Безелю тоже. Претензий я не вижу. Может быть, он не дотягивает до уровня люксового швейцарского часопрома, но в остальном никаких, абсолютно никаких претензий. Давайте-ка взглянем на заднюю крышку, друзья. Это одно из... Один из маркеров качества данных часов. Просто прекраснейший. Нет, все-таки раскрою. Я не хотел раскрывать эту застежку до того, как мы перейдем к обсуждению застежки, потому что это просто какой-то позор. Но давайте все-таки полюбуемся. Задняя крышка. Винтовая, конечно же, задняя крышка украшена песочными часами с крылышками. Это логотип компании Longines. Логотип тянется с 1867 года на минуточку. Вообще, компания родом с 1832 года. Просто там 190 лет почти компании. Собственно, вот так вот смотрится задняя крышка. Ну и браслет. Браслет и хорош, и не хорош одновременно. Трехрядный, как видим, браслет. Браслет литой. Обработка два типа. У нас есть прекрасное сатинирование боковых звеньев. Зеркальная полировочка центральной части. У нас есть застежечка. И вот тут момент, который мы все-таки остановимся. Застежка позорная. Для Longines, который, ну, в данном случае это под 2000 долларов, ценник ритейл, ставить застежку, которая хуже на несколько порядков от младшей сестры, например, у Сертины, тоже по Swatch Group семейства. Там застежка реально лучше, чем здесь. Вот этот момент, конечно, не очень понравился. Она, конечно, функциональна. То есть у нас есть такой вот дежим. Но мы оттягиваем, как на стареньких дедовских ориентах. Еще раз оттягиваем. Раскрывается у нас литая застежка. Кстати говоря, очень хорошая обработка. Вот смотрим по ней. Там свет мягко гуляет. Но смотрим на вот эту вот часть внутреннюю. И это просто заготовка какая-то, абсолютно ничем не обработанная. И есть, конечно же, дайверское расширение, как и положено на дайверских часах. Выглядит оно следующим образом. Вот так вот оно выглядит. На часах за почти 2000 долларов. Ну, это прям вот не очень серьезно. Конечно, есть вот микрорегулировка. И, в общем-то, функционально все четко можно подогнать. Но в целом впечатление от застежки не самое хорошее. Хотя, если с другой стороны смотреть, то утром застегнул, вечером расстегнул. В принципе, это 3 секунды утром, 3 секунды вечером. Особо, я думаю, можно внимания и не обратить, если это не настолько существенно. Но в целом застежка, я считаю, что на таких часах это довольно минусовый вариант. И по механизму. Давайте же коснемся, что тут конкретно изменились с 2018 года. Переходят на калибр L3-8. Что такое L3-8, друзья? Это фирменный механизм Longines. Конечно же, так как Longines является частью Swatch Group, то и механизм это основа ETA A31L01, который, в свою очередь, является механизмом на базе ETA 2892. Конкретно особенности данного калибра, это частота полуколебания час равняется 25200 или 3,5 Гц. Это довольно редкая, кстати, частота механизма. Или 7 секунд, вернее, 7 движений секундной стрелки в секунду. Кроме этого, запас хода 64 часа. И это выгодно отличает от материнского ETA 2892, где было 42 часа. Тут у нас 64. Это, конечно, действительно хороший прирост. Кроме того, здесь кремниевая спираль баланса и 21 камень в данном механизме. Это уверенный, на самом деле, уверенный механизм на основе ETA 2892, который, в свою очередь, является довольно серьезным калибром с более чем 30-летней историей, наверное. И устанавливается он уже на часах такого среднего и выше швейцарского уровня. Давайте-ка взглянем эти часы на запястье, друзья, как они смотрятся на моем. Застежка просто ужас какой-то. Ну, вернее, не ужас. Ну, то есть, видали мы и хуже, но на часах дешевле. А видали и лучше, на часах дешевле. Вот поэтому, в сумме, впечатление от застежки не самое позитивное. Но в остальном часы просто роскошнейшие. В частности, циферблат, безель, механизм. Тут серьезная машинка внутри. Да и во всем остальном, тут по обработке, по геометрии. Прекрасные, прекрасные. Часы вот так вот смотрятся, друзья, на запястье с охватом в 17 сантиметров. То есть, на моем. Отличнейший дайвер. Или деск дайвер, все-таки, да, на повседневку. Самое то. 300 метров защиты. Друзья, если есть вопросы, задавайте в комментариях. Обсудим эти прекраснейшие, на самом деле, часы. Кто не подписан, можете подписаться. Можете лайком меня поддержать. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok